то плюхается в холод и в грязь. Это наша российская связь. То есть Ростелеком тянет кабель, интернет. Ну, наверное, и кабельное телевидение тянет. Для того, чтобы потом контролировать ваши умы, если вы залезли не на тот оппозиционный сайт. Ну ладно, это как бы виллы в бок, как всегда. Кроме Ростелекома, в такие погодные условия, то есть минус 20, минус 25, работает еще и программа «Автостоп». То есть топ-геру и не снилось. Они разочек на Северный полюс мотали, мы на Северном полюсе, ну, на Южном Урале. Вот уже 10 лет работаем по 6 месяцев в году. Нормально, то есть есть с чем сравнивать. Куда мы приезжаем? Мы приезжаем в те торговые точки, которые гарантируют вам низкие цены. Низкие цены где сейчас? Ну, попросим камеру погулять. Вторник, опять же, холодно, минус 20 на улице. Гор электросеть тут стоит. И что стоит тут, непонятно. Вот, понятно, да? Куда люди ездят для того, чтобы купить все подешевле? Это торговые ряды автомобилистов, а также улица Вокзальная. И вот Вокзальная 3-9. Здесь располагается «Вираж М». Фирма с минимальными накрутками. Сегодня минимальные накрутки распространяются еще и на новогодние подарки. Потому как большинство тех, кто ездит за рулем, будь то мальчик или девочка, лучше подарка, чем нужные автомобильные приспособления, пожалуй, не найти. Ищем ее здесь. Вот этому жесту меня научила девушка, которая работает здесь в «Вираже М». Она попросила меня передать его вам, дорогие телезрители. Так вот, пожалуйста, понимайте, что вашему автомаккумулятору через два года вот кирдыкс будет. Потому что сегодня аккумуляторы ничем не отличаются от тех аккумуляторов, которые производились 20 лет назад. Но вот автомобили стали другими. То есть, в автомобиле что есть? Электростеколоподъемник, кондиционер, ячика нормальная, не та дохлая, копеечная, понимаете? Вот, подкачка сидений, пневматические управляемые замки, люк, сабвуфер киловаттный, усилитель, 4 колоночки, магнитола. То есть, а, еще, простите, там еще галогенный свет и много всякой иллюминации. Это все живет ваш аккумулятор. Потому что аккумулятор заряжается только тогда, когда все это выключено. Мало того, наше правительство, ну что ж ты, первый раз я что ли так попадаю, забываю свет выключить. И все, и аккумулятора нет, аккумулятор столько не живет. Поэтому два года и аккумулятор... В этом смысле в «Вираже» есть богатый выбор. Кстати, себе поставил вот такие аккумуляторы. Но есть и другие. Дело в том, что лучшего подарка, чем тяжелый аккумулятор для мужика на Новый год не придумаешь. Чему порадуется настоящий мужчина-автолюбитель? Дезодоранту и пенит для бритья? Или все-таки перед Новым годом какие-то автомобильные вещи? Мы все-таки 90% мужиков это автолюбители. Ну, скорее всего, для машины, наверное, что-то. То есть дезодоранты это уже обыденные, надо сказать, приелось, сколько можно. Вот уральская зима, она какая? Суровая, как правило. Она еще и со слиной мочой, сегодня я заправился, да? Угу. А если бы вам супруга, допустим, подарила бы комплект хороших проводов, вы бы порадовались больше, чем дезодоранту? Проводов для прикуривания? Естественно. Ну, как бы, в принципе, было бы неплохо, но это у меня уже есть. А что бы хотели? Это потому, что супруга наверняка посмотрит? На данный момент набор ключей как-то интересует. А вот здесь вот выбор виража вас устраивает? Ну, здесь довольно нормальный спектр. Выбор хороший. Вполне устраивает. Частенько здесь бывают, приобретают. Если мы говорим про новогодние подарки, то это не значит, что новогодний подарок должен стоить дорого. Ну, к примеру, вы пришли в гости. Большой толпой собрались. И как-то не хочется вываливать тысячу, две и больше рублей. Но открою вам секрет. Каждому мужику нравится, чтобы было побольше. Дайте мне, пожалуйста, таблеток от жадности. Да побольше, побольше. В данном конкретном случае мы, приезжая в вираж, выбираем в качестве подарка вот эти скребочки. Замечу сейчас и сразу, что здесь грамотный выбор скребочков. То есть, скребок должен быть какой? Обязательно с мягким ворсом. Ну, чтобы не покоцать ваш автомобиль. И обязательно с теплой ручкой. При этом он даже может быть раздвигающимся. Да, и он не должен стоить дороже 200 рублей. Мы приехали на рынок автомобилистов. Сюда приезжают обычно за едой. Так ли это на самом деле? Думаю, не так. Не только за едой. Вы зачем сюда приехали? Мы просто посмотрели ассортимент. В преддверии праздников, может, подарки какие купить. То есть, я так понимаю, оба автолюбителя, да? Нет, только я. А, вы сделали правильный выбор. Да. Ну, приехать, купить, может, найти интересный подарок родственникам. То есть, для автолюбителя, по-моему, лучше подарка, чем подарок автомобиля на Новый год не придумаешь. Да, это тоже верно. Скорее всего, так оно и есть. Виражи сегодня каждому посетителю говорят с наступающим. Дело в том, что наш сюжет перейдет плавно из старого года в Новый год. И это нормально. Праздники чуть-чуть продолжаются. Там есть и Рождество. На Рождество, кстати, тоже положено дарить подарки. Так же, как и на старый Новый год. Ну, и вообще, должно немножко отдохнуть. С учетом того, что, как мы удивились в конце этого года. Ну, ладно. Про это выборы тема отдельная. У нас еще в марте будут выборы предстоят. Ну, вот. Кстати, в Ираже не только специфический автомобильный инструмент. Вот, Ермаковский. Разнообразный. Ну, для тех, кто не ездит на машины. Хотя, я таких людей уже и не знаю. Вот. То, что должно быть у каждого автолюбителя. У каждого автолюбителя. Дело в том, что без пускозарядного устройства ваша жизнь, ну, она может и продолжаться, но когда такое настанет, то есть сядет внезапно ваш аккумулятор. Что вы будете делать? Вы пойдете в профильную мастерскую. Я вам расскажу, как эта профильная мастерская работает. Там по ушам проезжает, мама не горюй. И, естественно, не все так быстро делается. То есть гораздо разумнее рано или поздно купить себе пускозарядочное устройство. А лучше, когда его вам подарят. То есть я вам назвал уже инструменты, аккумуляторы, пускозарядное устройство. Они здесь есть. Опять же, ценовая категория. От 1000 рублей за самый банальный до 6000 за зарядно-пусковой с двумя напряжениями. 12 и 24 вольт. Кстати, актуально. Для тех, у кого есть грузовик. А я знаю, что в Магнитогорске есть фредлайнеры, есть и другие вещи. Ну, и самое приятное, то, чего надо. Простой обыкновенный компрессор. Автомобильный. Часто такое случается, что надо колес подкачать, а его и нет. Но если вам его подали, то на вас были. Я открою вам страшную тайну. У меня есть два набора инструментов. При этом я помню, что один из этих наборов я брал именно в пираже. А набор инструментов. Это практически как оружие. Представляете? Мужику подарить автомат Калашникова. Ну, если бы делось было в Афганистане, там, в Демократической Республике, Конго или в Ираке, это было бы легко. Там автомат Калашникова 100 баксов всего стоит. Ну, и в преддверии того, что начнется, я бы все-таки... Ну, ладно. Не будем про экстремизм, все-таки нас смотрит большое количество людей, не только в городе Магнитогорске. Замечательный подарок это набор инструментов. Дело в том, что большинство автолюбителей, ну, то еще старой закалки, оно копейки там, москвичи, все ремонтировал своими руками. И меня сейчас оптор берет, когда я даю свой автомобиль в ремонт. Особенно, когда садится там такой специалист в замасленной, засаленной фуфайке. Они все такие практически. Вот, лучше все делать своими руками. А набор, это, 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 это как, это как, ну, представьте, вот девушка, да, вот представьте, если у вас на кухне стоит хороший кухонный набор. Лучше из-за фарфора вот такого качества. То есть, ну, понятно, да? Вот то же самое почувствует ваш муж, когда вы ему подарите на Новый год замечательный набор инструментов от Виража. Ну, и мы не ушли отсюда без подарков. Это вот четвертый аккумулятор из серии сезон зима 2011-2012. Дело в том, что я не люблю, когда мы автомобили делают вот так, вау, вау, вау. Хотя недавно один из них, накушавшись лукоиловского эктовского бензина, так сделал. Очень неприятно было, знаете ли, платить за бензин чуть дороже, чем обычно и получать вот такой результат. Ну, это вот для моего братца, на его, Toyota, Probox. А вот это подарочек для руководства телекомпании Terra. Там еще кое-что есть, очень такое нужное. Потому что именно благодаря руководству телекомпании Terra вы еще видите программу Автостоп и другую передачу Дом, милый дом, изрядно пошатавшуюся под воздействием кризиса. Ну, ничего, прорвемся. Мало того, совместно с телекомпанией Terra программа Автостоп и магазин Вираж М предлагает вам новогодний сюрприз. Вы заходите в Вираж, говорите кодовую фразу Автостоп и получаете карту VIP клиента с VIP скидками. А может быть и просто вам скидки дадут. То есть с того момента, как я впервые запущу эту передачу, до того момента, как она закончится, то есть через месяц, я узнаю, сколько человек реально смотрит передачу. Так что давайте-ка вместе составим так называемый рейтинг программы Автостоп от Виража М.